доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики девочки и мальчики мои хорошие с вами канала и вторая надежда и один из недавних раскладов про гадалку вызвал все-таки такой хороший резонанс и были вопросы по поводу того что а что ему сказали именно про его личное будущее что с ним будет давайте мы эту тему сегодня посмотрим на оракуле полной луны я кстати нашла на одном сайте некий дубль оракула полной луны он называется оракул полнолуния по моему так мы посмотрим я его заказала колода очень дешевая как только я ее получу я вам ее покажу и попробуем на ней сделать расклад ну настолько популярна стала колода видите что практически полные дубли полные копии начали делать так что ждем 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 мне самой очень интересно были кстати в комментариях про гадалку что это все не серьезно и ля-ля тополя я хочу сказать мои хорошие мы же здесь не за серьезностью мы же здесь на раскладе это приятное времяпрепровождение это отвлечение от своих ситуаций проблем я всегда говорю относитесь к раскладам с юмором если какие-то затрагиваем серьезные темы я всегда вас прошу если вы не готовы не смотрите чтобы не обижаться не оскорбляться не ковырять свои старые раны и конечно всегда мы должны относиться с долей юмора и с долей оптимизма к тому что происходит на канале я никого не заставляю ко всему относиться серьезно а как раз таки наоборот я знаю что очень очень много девочек приходит уже на канал просто действительно скоротать вечер провести время под свой любимый напиток там чай кофе какао кто что любит для кого-то это тот момент когда вы можете побыть наедине со своими мыслями до посмотреть на ситуацию со стороны немножечко отойти потому что большое видится издалека и поэтому такие расклады которые действительно вносят резонанс и требуют продолжения конечно я их делаю напишите мне какие еще темы к этому раскладу можно еще сделать какие бы вы хотели я конечно это обязательно сделаю знаете что если просите и какие-то темы прям повторяются я их делаю с удовольствием и такие темы интересные да не избитые мне конечно тоже самой очень очень нравится давайте приступим будем смотреть сначала сигнификацию ваших отношений может быть на мужчину покажут поэтому подумайте о нем хорошенько представьте его чтобы он к нам пришел и кстати спасибо большое по поводу позиций все-таки вижу что одна позиция лидирует да есть любители выбора трех позиций но у большинства так уж сложилась атмосфера на моем канале что у большинства резонирует именно одна позиция которая действительно более полная более глубокая со всех сторон а если выходит продолжение раскладов либо я вам даю ссылочку я в конце видео всегда вам даю ссылочку как некое продолжение где вы можете еще почерпнуть информацию это конечно работает практически как лично расклад но тем не менее мы здесь отдыхаем на мы здесь не заморачиваемся здесь просто получаем информацию и все начинаем смотреть наш расклад что происходит в отношениях на данный момент стабильный тупик долгий тупик тупик который уже вошел и из которого ты не можешь найти выходы ситуация когда много в отношениях уже непонятного ситуация когда ты не понимаешь что будет дальше и выпутаться ты из этого не можешь отношения сложные отношения затягивающие плюс 10 какая ситуация произошла вы видели человека в одном образе а он вам открыл свою вторую натуру свою суть то есть вы увидели человека истинного таким человеком которым он собственно и является на вот раскрылся во всей своей красе и конечно вы здесь находитесь в шоке мужчина пока еще здесь не определился что ему делать с отношениями он просто здесь берет некую такую паузу тайм-аут для того чтобы посмотреть понаблюдать сделать выводы увидеть что вы в этой ситуации предпринятия хочет посмотреть ваши дальнейшие шаги ваше поведение и вашу реакцию поэтому если мужчина сейчас замолк провалился в какое-то молчание и тишину четко знаете что это пауза которая ему необходимо собраться тоже с мыслями и пронаблюдать именно в вашу позицию потому что мы же всегда хотим увидеть действия партнера и для мужчин это тоже не является исключением здесь мужчины точно так же хотят увидеть какие-то действия партнерши какие-то и и возможно решения принятые поэтому здесь идет четкое такое наблюдение мужчина в любом случае за вами здесь наблюдает пытается собрать информацию всеми доступными ему способами пока еще кстати здесь мужчина витает в облаках по поводу того что между вами может быть какой-то романтизм что между вами может быть любовь что между вами все будет хорошо и именно это надежда эта иллюзия заставляет его пока не рубить с корнем а просто дать этим отношениям время настояться посмотреть а что же будет дальше что у нас здесь женщина но женщина здесь в эмоциях здесь видите где женщина конечно хотела бы чтобы он получил по заслугам конечно здесь женщина очень хотела бы чтобы он тоже испытал все те эмоции которые он лично ей доставил вот прочувствовал на своей собственной шкурки и тоже чтобы здесь сделал выводы да что так нельзя потому что здесь в ситуации я вижу действительно много переживаний много слез много нервов которые вы потратили на эти отношения и конечно хорошего из этого вы пока ничего не получили именно по эмоциональному фону и конечно здесь хотелось бы такого да вот справедливого какого-то возьми здесь карта наказания на чтобы ему тоже прилетела по полной но кстати мы из расклада в расклад последнее время видим действительно что мужчина огребает и конечно следующий расклад тут буквально после этого будет расклад ну что-то серии бумеранга который к нему прилетел и что там происходит вот примерно такой да вот немножко спойлер рассказываю поэтому если вам интересно посмотреть продолжение нашего в марлезонского балета под названием мужчина страдает разгребая то конечно переходите чуть чуть похоже после этого видео будет про некую расплату до некое наказание давайте еще вашего мужчину посмотрим мужчина не хочет здесь мужчина ведь и открываться не хочет здесь мужчина сам первые как-то публично выходить а даже на разведку здесь не хочет выходить но тоже здесь ведь и вот почему он этого не делать потому что он не хочет сделать еще хуже видимо уже настолько плохо что если сделать еще хуже то это будет точкой невозврата окончательно разрушенные там сожженные мосты вместе с кораблями с лодочниками и вот и со всеми этими делами чтобы невозможно было переправиться на тот берег а иллюзии то у него относительно того что между вами все еще может быть хорошо они еще есть они еще живы в нем и конечно сделать шаг какой-нибудь кривой корявый и вообще окончательно все испортить ему не хотелось бы его мысли о вас давайте я еще посмотрю на данный момент но вы его ценность видеть из корабель ценность своего удача его приобретение вы его такая вот находка которая действительно дана вот какими-то высшими силами может быть он молил о такой женщине там молился да там может быть он какие-то не знаю ритуалы делал если ваш мужчина сторонник эзотерических практик потому что здесь но что-то такое было сделано да либо мужчина здесь пытался призывать не знаю может быть на будущее свое смотрел да и ему сказали будет будет жди вот либо это действительно промысел высших сил судьбы кармы что вы не просто так пришли в его жизнь но видите не особо оценил подарок заигрался здесь ваш мужчина но кстати здесь или если смотрим относительно мысли о вас что мужчина считает что вы здесь виляете хвостом что вы здесь с ним играйте что вы его здесь провоцируете ну и ну по и вот но и соответственно что пока вы здесь остынете пока лазить перестание играть потому что когда женщина даже ругается кричит там плачет возмущается мужчины тоже считают что это такая женская манипуляция слезами сейчас она успокоится да сейчас она возьмет себя в руки вот тогда мы сможем поговорить пока мужчина если честно не особо верят вам в том что вы ему показываете если показываете злость он не верит что вы настолько злой если вы ему говорите что я тебя разлюбила он не верит в эту информацию так что мои хорошего так вот чувство давайте еще хочу посмотреть чувство хочу посмотреть но из головы был него здесь точно не выходите из души здесь точно так же вот у вас здесь такая постоянная пока прописка и деться он от этого никуда не может вот опять же говорится о том что видите девочки ценность драгоценность потому что земля это всегда у нас ресурсы это всегда у нас такая почва хорошая крепкая под ногами и конечно мы смело здесь можем говорить что да здесь мужчина испытывает к вам стабильные крепкие чувства но видите ему опять же нужна ваша такая взаимность ваша доброта ваша лояльность по отношению к нему и он если честно этого очень очень ждет когда его ценность драгоценность придет своими ножками к нему да и скажет все хорошо я твоя бери меня никуда я от тебя не денусь вот такие здесь у нас дела ну давайте смотреть что ему сказала гадалка неважно это рунолог астролог таролог гадание на игральных картах то есть любая прогностическая система которой он имел возможность обратиться и спросить любопытство или не здесь неважно мы берем саму ситуацию что мужчина обратился зачем я хочу спросить за че ведьма ну потому что кто-то знает больше чем он кто-то обладает мудростью и кто-то может приоткрыть завесу тайны над будущем и вообще над мироздание она над его жизнью и так далее здесь обращение было такое целенаправленное и здесь вера в то что ему именно откроют его будущее и расскажут что есть поэтому зачем обратился потому что ему действительно это надо было и он понимал что только таким образом и способом он сможет получить информацию о своей жизни причем здесь мужчина хотел получить информацию как можно на больший срок да вот по отшельнику это всегда время такое вот долгое и длительное поводом послужила опять же какая-то нестабильная ситуация 40 конфликт или такой знаете вот раздрай в душе с которым он уже не справился то есть поход был вынужденный когда человек просто в этой жизни потерялся ориентиры здесь сместились ну и вообще в целом да вот получить какую-то рекомендацию может быть какой-то совет что делать дальше вот и желательно как можно на более длительный срок давайте посмотрим что ему сказала гадалка про его будущее потому что здесь спутанное такое сознание спутанность мыслей нету четкого видения своего пути и так что ему сказала что ты неправильно живешь и то что с тобой происходит это результаты твоих действий и твоих неправильных решений жизнь твоя сейчас она не будет легкой не будет хороший то есть результат своего собственного действия или бездействия до гадких поступок ты этот кубок должен выпить все-таки до дна то есть это некий урок это некая карма или некое испытание которое ты одним щелчком пальцем из своей жизни не уберем здесь четко было сказано что заслуженно да не не надо было так себя вести сад соответственно вы на примите распишитесь но здесь также сказано что это все закончится обязательно и в твоей жизни наступит просветление да какая-то новая страница новый путь новые возможности причем видите как ему было сказано что делать тебе для этого ничего не придется но придет в свою жизнь женщина новая женщина и ему для этого ведь и дело даже ничего не придется все что нужно из плохого закончится она закончится потому что это уже заварилась и разгребать исправлять уже поздно да вот она как башня если башня запустилась то она должна полностью разрушится и потом мы уже будем видеть что теперь с этими осколками дело такое того мужчина то есть здесь нужно только подождать потому что процессы уже идут вот окончание их не за горами хочу спросить что это женщина эта женщина о которой он скучает с которой у него испорченные отношения с которой он поссорился не разговаривает и почему не разговаривает долгое время женщина из прошлого женщина вот смотрите новая женщина но но и но эта женщина новая потому что долгое время не общались и и женщина уже с другими мыслями женщина уже с другими может быть приоритетами да с другим мнением о нем возвращение из прошлого в новом обличье кстати здесь может быть женщина что-то во внешности в своей поменяла цвет волос там прическу да вот стиль какой-то свой и она могут и а ты а этой же женщине очень много думаешь и очень часто думаешь но хорошо она ты разбил сердце кстати здесь то что происходит вот реально связано с этой женщиной который он сделал плохо который он сделал больно и она у тебя в голове на вот она придет хорошо она придет что и надо зачем с договором с разговором она придет и сообщит о каком-то своем решении то есть или напишет или позвонит эта женщина это я не вижу виде личного общения и здесь ему говорят что и у тебя тогда появляется возможность эти отношения развить дальше но вот смотрите но ты можешь получить возможность как их продлить дальше так ты можешь окончательно снова эту женщину отправить и она уже больше не вернется да вот снова ее вернуть в это прошлое и ничего дальше хорошего не будет что еще про эту женщину что она хорош она стабильная с ней ты можешь в этой жизни жить и ни о чем не беспокоиться ни о чем не переживать на движ можешь все испортить поэтому какой здесь совет был дан это скажи что ты они думаешь расскажи что тебе было стыдно что тебе было плохо что ты так не хотел расположили к себе потому что неясно здесь каким придет решением женщина она озвучит свою до свое видение ваших отношений она озвучит свое личное решение но если ты ее примешь со всей любовью со всей радостью и если ты скажешь что действительно ты сожалеешь что так было здесь будет продолжение если же ты себя будешь вести как обиженка если ты будешь корчить из себя не пойми чего то эта женщина тебе больше не придет да и все и все возможности закроются вы смотрите новая страница и новая возможность исправить ошибки из прошлого и причем сама да ему говорит сама придет и сама сама тебе предложит какое-то решение будь молодцом и не будь человеком который может профукать что она ему сказала про эту женщину для чего она придет к нему какое будущее здесь можно стабильное понятно ну что в его жизни она может навести кардинальные изменения причем самую лучшую сторону я говорю что здесь с этой женщиной вот самое минимальное что было порекомендовано вот не хочешь там допустим не можешь не получается преграда у вас стоят чтобы строить какие-то личные любовные отношения просто хотя бы дружи да не делай ошибку в том что ты нагрубил там не захотел разговаривать там не захотел извиняться потому что про извинения здесь речь тоже идет и тогда ты получишь такого человека своей жизни который тебе твою жизнь может поменять самым наилучшим образом что еще про его будущее сказала и гадалка им сказал что с работой у него будут проблемы соответственно если с работой проблемы то значит и с деньгами также проблемы будут так он будет почва под ногами шататься в его семье кто это жена там или родители может братья и сестры тоже какого-то мирного такого существования там или сосуществования совместного здесь не жди здесь будет то хорошо то плохо и кстати вот проблему вот работы проблемы финансов будут главной причиной вот этих вот финансовых качелей о финансовых семейных на качели новой какой-то недвижимости новых крупных покупок в будущем ему пока не предвидится более того здесь будет то ли судебное решение то ли тяжбы были какие-то споры опять же с родными близкими людьми есть у него предмет спора со своей семьей я не знаю может быть это запрятанные накопления о котором узнает может быть действительно это вопросы наследства на вопросы каких-то подарков придется здесь ему эти вопросы решать но ему здесь тоже вот если совет что постарайся сохранить могут и оттяпать до что если а будет возможность бороться борись прояви собственничество прояви жадность вот иначе оттяпают и потом долгое время ты не сможешь это не вернуть не создать заново что еще ему сказали про его будущее будь более спокойным ему сказали будь более лояльным не строй из себя какого-то там хама героя там манипулятора будь более таким но ответь карта подчинения не под каблучником конечно ну вот будь более ровным да и сдерживай свои эмоции здесь сдерживать свои какие-то там проявления характера там виде злости там крикой еще что-то вообще легкой жизни ему здесь не пообещали на самом деле ему сказали что жизнь будет с преградами жизнь будет со сложностями но периодически это будет перемежаться какими-то позитивными намерений о и позитивными событиями что ему сказали про его личную жизнь именно как мужчины да вот в контексте мужчина женщина в этом плане потому что тут приход женщины да ну а в целом будущее как мужчина ну что она что женщин будет хватать и именно для каких-то здесь ну таких любовных у тех что здесь и далеко не одна будет как минимум здесь еще две возможность для того чтобы иметь отношение еще здесь в будущем будут две женщины но кстати здесь но это я говорю для больше здесь сексуальных путев но на в одном здесь любовном треугольнике здесь мужчина с еще в будущем споткнется придется выбирать выбор он долго делать не захочет потому что будет держаться за свое но этот выбор затянутый может его погубить может вообще лишиться статуса если ваш мужчина женатый то здесь еще одна а то и две подружки между которыми он будет выбирать я имею ввиду жена и подружка и если долго затянет выбор то здесь собственно вплоть до того что с женой будет разводиться крысы и князь видите потеря статуса своего который у него прописан в документах если здесь мужчина неженатый то здесь в целом две женщины которые друг друг про друга тоже узнают поэтому здесь нужно будет вовремя сделать выбор его не затягивать мужчина делать выбор опять же не захочет девочки не захочет соответственно здесь свою жизнь он действительно здесь ухудшит под заморозит и у здесь будут потери я не знаю именно вот это последняя сказала ему гадалка или нет потому что здесь предупреждению это я уже так вот для себя посмотрел будет ли он все-таки способен определиться сделать выбор нет способен он не будет может быть это ваше возвращение да и вы возвращаетесь в ситуацию с этим мужчиной который опять же находится неком таком свободном поиске вот либо женатым мощи на снова вам здесь что-то пообещает если он женат и так что девочки вот такой расклад такая ситуация я надеюсь что вы удовлетворили свое любопытство и свой запрос по поводу того что что же ему сказали про его будущее но я вам в качестве продолжения предлагаю сбитого летчика потому что у нас мужчины очень много сейчас находится состоянии потерь раздрая разрухи рушится бумеранги и все это прочее не забывайте конечно ставить лайки пишите продолжение вот этой теме темы по гадалке будем смотреть ну и конечно вот он сбитый летчик посмотрите там есть на что посмотреть желаю приятного просмотра и пока пока